сегодня друзья мы приготовим с вами очень вкусные тефтели из куриного филе мы возьмем два больших куриных филе и нарежем их на полоски сначала вдоль потом поперек затем снова повторим и порежем наше мясо еще мельче а после этого начнем рубить кусочки могут быть разной величины как вам больше нравится они могут быть средние и совершенно мелкие практически незаметные я чаще делаю очень-очень мелкие при использовании такого способа мясо выйдет сочнее и вкуснее потому что в этом случае оно рубится и не сминается в своей внутренней структуре так как это происходит например в мясорубке и все его соки останутся внутри маленьких кусочков фарш мы приготовили и теперь заправляем перцем и солью затем нам понадобится лук мелко-мелко режем лук лук в тефтели можно обжаривать можно не обжаривать это по желанию случае если вы будете обжаривать вы добавите еще и масло к куриной грудки которые в общем то совсем не жирная и сделаете мягче вкус лука но если вы хотите чтобы ваши тефтели более постными нежирными тогда кладем сырой лук добавим в фарш одну столовую ложку сухарей без приправ и соли лучше домашних половина столовой ложки крахмала специи для курицы или ваши любимые специи все тщательно перемешаем чтобы все ингредиенты оказались одним целым с фаршем вот так уже хорошо добавим две столовые ложки куриного бульона и на полчаса в холодильник после этого формируем наши тефтели затем складываем их на противень застеленный пекарской бумагой и на пять минут отправим в духовку немножечко подпечься а тем временем займемся соусом для наших тефтелей мелко-мелко нарежем лук и довольно крупно перец лук обжарим на сковородке пару минут не больше следом идет болгарский перец сладкий и обжариваем вместе с луком до тех пор пока перец потеряет свою твердость он будет не готов но уже и не сырой и как раз в это время мы добавляем муку одну ложку с горкой быстро и хорошо все размешиваем и если видим что мало масла добавляем его и опять хорошенечко размешиваем обжариваем муку с перцем и луком минуты полторы и затем добавляем куриный бульон 150 грамм наливаем сковородку и быстро быстро все размешиваем чтобы мука превратилась в однородную консистенцию сейчас мука начнет завариваться как только поднимется температура в сковородке и тогда начнет загустевать и вот в тот момент вы увидите надо вам добавить бульон еще или вы оставите вот такую густоту то есть густоту надо регулировать самостоятельно вот я добавила еще потому что той густоты было мало и я добавляю брусничный соус это придаст нашему блюду пикантный сладковатый кисловатый привкус посолим наш соус еще минутку подержим на газу добавим чеснок размешаем и добавляем тефтели в наш готовый соус и теперь остается потушить тефтели в соусе теперь мы ложкой покроем тефтели соусом и и закроем крышечкой чтобы они еще потушились ну максимум минут пять ну вот посмотрим что у нас сейчас в сковородочке отписывайтесь через мясорубку. Приготовьте, пожалуйста, такое блюдо, и вы останетесь довольны. А мне, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я очень-очень старалась и очень довольна результатом. Я думаю, что и вы тоже будете довольны результатом. Всего вам доброго!